Мой вайн-харт для вас, мои друзья. Мы любим тебя! Добрый день всем, кто любит вино. Меня зовут Леша Дмитриев и я сам Илье. Всем семейством мы сегодня празднуем два года! Два года, ура! Винному видеоблогу. Да. За два года мы расширили дегустационный состав. Теперь у нас входит самое юное дарование, в которое сегодня мы нальем яблочный сок. Сначала мы ухаживаем за самыми маленькими. За маленькими дамами. Да, за маленькими дамами. А мы с Ниной будем дегустировать. Я, конечно, хотел взять айсвайн. Гристинга айсвайн. Но у меня она стояла на муската. И гристинга. Ай ну ну ну. Ты отхиваешь или нет? Ты давай. А ты пока занимаешься Сонькой, да? Соня уже порвала свою праздничную шапку, да? Окей. Игристенькая муската. А, Соня муската. И два года в иному видеоблогу. Соня, ты представляешь? Нет. Я тоже не знаю. Так быстро это все. 5 октября будем ждать Соня, да? Мы ее праздновали в среду. Потом мы праздновали еще с детками восьмого. И как раз восьмого в субботу исполнилось два года в иному видеоблогу. Очень много, на самом деле. А ты видишь какая интересная штука? Тут штопор написано. Прикольно. Прикольно. Куда там червячок полез? Когда мы открываем муската, которая у нас будет фризант, шипучая, будет легкий хлопочек. Держи. Ааа, и пошел дымочек. Ты видишь, Нина? Да тебе. Да тебе, держи. Ааа, пробочку дай папа понять ребенку. Нина, Соня, оцените пробочку. Вкусный парень. Держи. Вот так вот. Что мы оценим в начале, Соня, ты помнишь? Да. Цвет. Цвет вина. Пока Нина расскажет нам про цвет, я расскажу о том, что будет происходить у нас в октябре, друзья мои. Не зря в прошлый раз был 130 эпизодик. А ты можешь брать наше ура. 130 эпизодик. И я попросил вас рассказать мне о том, что бы вы хотели, чтобы я продегустировал в октябре. И я обещал продегустировать 4 минимум варианта, но будет их целых 5. Итак, Элбония, для тебя будет зинфандель. Для Егора, наконец-то, будет божилей и шикарнейший маргон 2009 года. Илья, пиногри и мускат. Рамон, что-нибудь из лангидока. И для Дмитрия будет отличная дегустация виски. Ага, виски будет дегустация. Будут 2 лучших сомелье Украины. Леша Дмитрия 2008 года. И Иван Бачурин лучший сомелье 2009 года. За одним столом мы сядем и попробуем разные варианты виски. Это будет круто. Реально. Ну что? Да, я все пропустила. Ну что? Итак, цвет. Цвет. Ну, такой не сильно насыщенный. Не сильно, да? Ты, конечно, смотришь на желтые бумаги куда-нибудь. Нет, это белый подоконник у нас тут есть. Да ты уже ляпнул? Ты ляпнул? Did you see that? Нужно повторить. Повторить традицию. Я понимаю. Помнишь, сидеры до сих пор помню. Ребята, а вы бы видели, что оно происходит? Не винным, а лискинчик наконец-то стал винным. Вот так вот. Дорогуша. На вкус. Что у нас в цвете? Цвет довольно симпатичный. Бледно-бледно такой. Соломенный, действительно. В аромате что? Бухашка. Ну, как всегда, фрукты. Какие? Как всегда. Специально для тебя открыл. Хотел продегустировать маската. Маската. Просто вино. Всего лишь за 50 гривен, да? Красивая, конечно, симпатичная тихеточка такая. Мне кажется, личи. Что-то даже, что-то медовое есть. Личи? Ну, такой, что-то приторный эффект. Знаешь, что есть? Сто процентов. Как ты знаешь личи? Сто процентов личи. Не зря я тебя взращивал два года на благородных винах. Реально аромат личи. Вот наш набор. 54 аромата, да? Который у нас есть с ребятами в Одессе. Мы нюхали разные штучки. И мне самому тяжело его уловить, потому что не часто нюхать. Ну, это не личи в сиропе, знаешь? Которые подаются в банке консервных. Супер. Вообще просто личи однозначно. Немножко дыни, мне кажется. Ну да. Вот таких вот приторных фруктов. Окей. Во вкусе что у нас? Что за звук? Это потолок? Кто-то она с нами празднует и сверлит нам сверху. Вот. Во вкусе. Во вкусе. Ну, сладкое. Ура. Ну, приятно. Питкое. Очень питкое. Оно очень питкое, легкое. А сколько здесь алкоголя? Не знаю, каких-нибудь 12%. Ну, 10. 10,5. То есть бывают москатики и гораздо меньше алкоголя. Очень-очень приятное, питкое, легкое. И... Такое... Сладости в меру, да? Я бы не скажу, но полусладкое. Да, да. Ну, чуть-чуть даже горьковато. Совсем-совсем чуть-чуть. А дальше у меня после вкуса? Горчинка такая. Немножко после вкуса таких меловых оттенков. Меловых. Есть у тебя как будто бы ты мелок чуть-чуть? Не очень, не очень. У тебя больше горчинки, да? Я, по всему, никогда не лизала мелок. Да? Тебе мелок лизал? Нет. А тебе да. Ты думаешь, если на этом мелка у нас есть мелок? Сейчас. Больше нету, наверное. Есть, но. Мы сейчас мелок лизаем. Хе-хе. 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 Вину на видеоблогу два года и не належит мелок. Хе-хе. Ничего тогда. Хе-хе. 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 Соня, мы пока с тобой дегустируем сачок. Держи. Хочешь? Давай чуть-чуть. Трудно сказать, конечно. Не хочет. Не хочет. Меловые или не меловые? Такие известняковые, да? Ну, такое что-то. Что-то известняковое есть, конечно. Ну, легкое, легкое, приятное. Абсолютно не для, как сомельешки говорят, медитации вино, да? А что значит для медитации? Ну, как ты вот нюхаешь, крутишь его, и оно меняется каждые 10-15 минут. Там просто так много разных перельев, вкусов, много нюансов, да? Вино явно не стоит долго хранить, пить прямо сейчас. Совмещать с легкими, скорее всего, фруктовыми закусками, да? Да. Может быть, легкими, какими-то пушистыми десертами. Конфетками. Тортик, который Нина сделала на своем день рождения, шоколадный, да, такой насыщенный. Нелегко нам дался. Торт недоразумения. Пять часов мы делали этот торт, вернее, Нина. Но мне понравилось, сделать два кусочка. Он бы ни в коем случае не подошел к этому вину. То есть, ты сюда хочется что-то легенькое такое, да? Может быть, какое-то там панакотто, да? Да. Марципанчик. Спасибо всем огромное. Нин, вопросы задашь в конце? Опа, попадала. Опять попадала. Давай ты. Нет, давай ты. Да давай ты, быстренько. Твой видеоблог. Во-первых, я хочу поблагодарить вас всех, друзья. Очень сильно. То есть, два года видеоблог развивался, конечно, по-разному, да? Много снимали, чуть меньше снимали, много снимали, чуть меньше снимали. Мне кажется, вот октябрь, знаковый такой будет момент опять. Нам два года. Да. Вопрос довольно банальный, но мне просто тоже интересно, да? Сейчас уже холодает. Пускай Соня задаст вопрос. Красота. Она спросит, баба, она скажет, и все. Баба. Холодает. И что вы собираетесь пить, когда будет холодно? Перейдете ли вы на более насыщенные вина, или, возможно, возьмете что-то крепкое? Глинтвейнити буду пить. Водка, виски, глинтвейнити. Есть рецепт глинтвейнити у нас на сайте, в видеорецептах. Посмотрите. Да, да, да. В общем, за вас спасибо огромное. Вместе мы пытаемся изменить культуру потребления вина не только в Украине, но и во всех других странах. Уважайте вино и получайте от него максимум удовольствия. Сколько баллов вину дадим? Ура, ура! Мы даем 86. Не, ты что? Нина, конечно, обожает москаты, я знаю, но я дам ему 80 баллов. 80 баллов, даже с минусом. Соня, не показывай, чего тебе даем. Его вкуса хочется, чтобы оно было более насыщенное. Пока-пока всем, пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Это было пока от Сони. We love you.